Все сюжетные события представлены в виде роликов на движке. Сейчас начинается один из них. Каждый солдат из вашего отряда морпехов имеет при себе солдатский жетон. По ходу игры вы можете собирать такие жетоны, чтобы открывать различные бонусы. Эй, это ты, Маркус Феникс? Тот самый, что воевал на полях Эсфио? Ну да. Ух ты, здорово. Не так уж и здорово. Ты, предатель, вроде тебя не достоин чести носить военную форму. Но ты просто не можешь справиться с ситуацией сам, ведь так? А ну прочь с глаз моих. Лейтенант, у меня хорошие новости. Мы разработали план, как положить конец этой войне раз и навсегда. Да? Как же? Радары засекли маневры противника, командир. Враг рядом. Саранча! В укрытие! Быстро! Черт! Теперь у нас есть световая бомба. Сейчас я положу всех этих гадов. Но для бомбы нужна наводка. Необходим резонатор. Осторожнее! Прибор определит местонахождение всех туннелей, и взрывная волна достигнет того места, откуда лезут эти твари. Теперь они меня разозлили. Да, так им. Они впереди. Когда же они сдохнут? Нет связи с группой Альфа. Последнее сообщение от них поступило с площади Эмбри. Посмотрите, как хорошо анимированы солдаты, и как красивы текстуры кожи и брони. Мы уверены, что в данный момент нет такой игры, которая бы превосходила наш проект по качеству графики. Вражеские зенитки не позволяют десантироваться с вертолета, так что пойдете туда на своих двоих. Все чисто. Лейтенант будет снабжать вас необходимой информацией. Так точно, командир. Уходите оттуда. Солдат, а ну за дело. Вот это была перестрелка. Я жду от тебя выполнения задания на все 110%, Феникс. Я делаю это не для тебя. Мы снова в игре. Этот вертолет в небе поможет мне. К сожалению, у него не получится всюду сопровождать меня, ведь у врагов есть специальные противовоздушные юниты, создающие смертельную завесу. Теперь смотрите, как я завалю этого противника. Это та самая пила, о которой я говорил в предыдущем ролике. Как вы заметили, тактика передвижения и атаки здесь тоже важна, поскольку неприятель обладает мощным искусственным интеллектом.